Снегабад в феврале превратил Харбин в снежное королевство, окутанное сербром. Это стало привлекательным для туристов, которые приехали насладиться ледом и поиграть со снегом. Боблярный ледовый и снежный туризм в Хэйлунзиане способствовал росту пассажир-бадога в Эрбарду Харбина. Наша мечта, которую мы вынашивали более 10 лет, наконец-то осуществилась и сегодня. В этот снежный сезон экскурсии по провинции Хэйлунзиан стали боблярными, и сюда приезжают туристы из разных уголков мира. Харбинский мир леда и снега принял 700 тысяч туристов. Живописный район Родина Снега принял более 260 тысяч туристов. А горноличный курорт Ябули принял более 150 тысяч туристов. Здесь продукты, например, такие, как это мороженые груши, вкусные и дешевые. Я получил удовольствие. Если будет возможно, я приеду сюда снова. Я пребываю здесь уже более 10 дней. Пейзажи здесь великолепные. Я специально сюда приехал посмотреть снег. В деревне Мо-Хэ было неплохо. Там гиды приветливые и обещательные. Я думаю, что местные кеграфические условия и гуридора, включая гуманитарные области, замечательные. В настоящее время аэрборд Харбина продолжает функционировать на высоком уровне. Ежедневно выполняется около 430 рейсов, приправляющих более 50 тысяч пассажиров. К настоящему времени в аэрбороду Харбина осуществлено более 15 тысяч взлетов и посадок рейсов. Пассажир-поток составил более 2 миллиона пассажиров, восстановившись до 91% к уровню 2019 года. У меня есть и план, 7-дневный маршрут. Возможно, завтра я поеду на горнолечный курорт, а сегодня отправлюсь на центральную улицу. В этом году это боблярно. Многие люди, включая моих друзей, приезжают в Харбин на экскурсию. Меня привлекло то, что они показали в ВИЧАТе. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров в поездках, аэропорт Харбина гибко увеличил количество рейсов и изменил модель самолетов. Ежедневно из Харбина выполняется более 20 рейсов в Биги и Шанхай, а также более 10 рейсов в Шэнчжэн, Санья, Хайкок, Чэнгду, Ханчжоу и Гуанчжоу. ВИЧАТе. ВИЧАТе. ВИЧАТе.